Привет! Вот мы наконец-то возвращаемся после перерыва и продолжаем делать наши ламповые эфирчики. В течение трёх месяцев будут ещё классные спикеры, поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, в нём будут все анонсы. В этот раз к нам пришёл Вова Аюи, графический дизайнер и арт-директор. Вова рассказал про свои любимые дизайн-студии скандинавские, про то, где он ищет вдохновение в 3D-дизайне и фотографиях. Очень такой насыщенный был минималистично-эстетичный выпуск. Также Вова уделил внимание тому, как работать с референсами и как относиться к деталям в работе. Этот выпуск у меня прям раскрыл немножко новые горизонты, надеюсь, раскроет и вам, поэтому приятного вам просмотра. Привет! Меня зовут Вова Аюи. Я графический дизайнер и арт-директор. У меня такой разнообразный, на самом деле, опыт работы. Я больше 10 лет занимаюсь дизайном. Начинал, во-первых, я учился в Британке на визуальных коммуникациях. Потом, если говорить ещё про курсы, был на небольшом курсе от Future London Academy, где мы выезжали на недельку в Лондон и ходили по разным агентствам, в основном брендинговым, которые нам рассказывали, как они работают. Но там самая классная штука была, что я эту поездку выиграл по портфолио-ревью, и за сам курс не платил, платил за всё остальное, но там тоже было недёшево. Поэтому там странные такие были эмоции от выигрыша. Да, я работал, начинал как дизайнер, который делает всякие коммуникационные штуки, типа баннеров, сайты, то есть веб-дизайн. И начинал даже, типа, был такой жанр определённый в веб-дизайне тех годов. Он уже заканчивался, на самом деле, карамельный сайт. Он назывался, когда был такой супер-тех-дизайн. То есть всё, типа, от пидорина, блестящее, яркое. Видимо, как раз очень быстро интернет появился и стало возможно загружать изображения тяжёлого формата. И поэтому все пытались максимально, как бы, new face продавать такую очень яркую картинку. Короче, вот пришёл каким-то таким образом в дизайн. Потом поработал, как бы, в креативном рекламном агентстве. И как раз пока доучился на коммуникационный дизайн и art direction, ты перешёл уже в брендинговое агентство и пошёл, как бы, работать в них. Потом в какой-то момент устал от того, что задачи, ну, спускаются на тебя сверху, ты не можешь ничего выбирать, но то приходит, то приходит, да, и там нет, как бы, возможности как-то варьировать и делать то, что тебе интересно. И мы с другом, с которым мы вместе учились, попробовали сделать что-то своё. В общем, чуть-чуть поделали, разошлись. Я продолжил дальше работать в каком-то таком фриланс-формате. Работал где-то на поддержке концептуальной студии, где-то там с какими-то IT-компаниями, типа Яндекс, как арт-директор на проекте. Вот, и параллельно начал преподавать. Пять лет преподавал в высшей школе экономики, школе дизайна. Но преподавание – это в смысле не только чтение лекций какого-то материала, это когда ты именно курируешь группу, когда ты основной преподаватель, который ведёт их проекты. То есть это похоже на арт-дирекшн в этом смысле. И вот я за это, когда закончил, я посчитал, там получилось примерно 300 проектов под моим, как бы, кураторством. Что довольно много, но там не всё, естественно, хорошее где-то. Ты больше участвуешь, где-то меньше, где-то вообще не участвуешь, но там, где значится моя фамилия, такое число получилось. Вот, и ещё три года мы, как бы, сотрудничаем с BangBank Education, который меньше ББЕ, и делаем курс годовой по графическому дизайну, где я как куратор, но там я, как бы, выступал. До сих пор присутствую. Кстати, просмотр на этой неделе пойду посмотрю тоже, посмотрю, что ребята нарисовали за год. Вот, и там я ещё участвовал как методист, который собирал этот курс. То есть, когда мы пытались правильно распределить учебный материал, нагрузку и упражнения. Ну и последнее, знаете, как я часто говорю, короче, я... Сейчас, как я часто говорю на собеседованиях, я прошёл весь круг своего дизайнерского пути, который может, в принципе, дизайнер делать. Это работать в агентстве в студиях, работать в своей студии, быть филансером. И оставался только инфаус. Вот, и в последние годы я работаю как инфаус сотрудник. Ну, в основном это какие-то уже не дизайнерские штуки, а больше ближе к какому-то руководству, лидингу и так далее. Вот, был арт-директором Сбер Автомотив Технологис. Это подразделение Сбера, которое занимается беспилотным, беспилотным транспортом и технологиями. То есть, беспилотные автомобили и грузовики. Ну, то есть, это доставка и так пассажирские перевозки и так далее. Вот, и там отвечал за всю, как бы, коммуникацию и идентику. И вот получилось, что даешь симпатичное сделать. И последнее мое место работы – это Solar Stuff и внутренний проект Dextra, которые занимаются тем, что помогают в оплатах и заключении договоров между фрилансерами и заказчиками. Ну, то есть, такая положительная штука. Вот, через них работает, например, Sky Inc, который платит своим учителям и так далее. Ну, то есть, на самом деле, как бы, с позитивной историей, которая для фрилансеров очень полезна. Вот, и, ну, какие-то, короче, список клиентов, с которым удалось поработать. Много, на самом деле, всякого такого, ну, корпоративного чистогана, типа банки, вот, IT-штуки. Ну, какие-то есть более прикольные истории. Вот, ну, короче, по-разному. Вот, это, наверное, все, что я хотел сейчас сказать, чтобы не растягивать. Ну, примерно вот так. То есть, как бы, я так начинал, как веб-дизайнер стал. В итоге, в основном, я как графический дизайнер работаю, арт-директор, но вот много сейчас такого реализирования компаний, арт-дирекшена и так далее. Можем, да, приступить к тому, что я подготовил. Слушай, интересно, что ты, получается, с веба начинал, но в итоге перетек в брендинг и вот в эти вот смыслы. Хотя, казалось бы, тренд последних, сколько там, не знаю, пяти-семи лет, наверное, в обратную сторону двигался. Абсолютно. И даже когда я учился, так и было. Все, кто когда-то начинал с графа, они перешли в веб и в диджитал и стали там получать зарплату X2 по сравнению с граф-дизайнером. И вот какой-то обратный путь. Ну, мне, честно говоря, никогда не были интересной кнопки, не возбуждали. Вот вообще всегда как-то больше интересно было копаться в графическом дизайне, в метафорах, в брендинге, в смыслах. Ну, короче, вот какие-то категории. Интересный, интересный путь. Да, что, поехали по красоте. Мы ссылочки смотрели заранее, там, конечно, вообще просто сейчас будет безумие, чистое безумие, как говорится. Да если бы это я рисовал, что найти картинки, показать это же легко. Ну, то есть в этом как бы вообще есть, как сказать, это проблема, на самом деле, этого формата, да, что ты показываешь какие-то штуки, говоришь, ну, вот классная, типа, история, смотрите, ну, вот классная штучка. Ну, и когда я собрал материал, честно говоря, это было, ну, небольшим камнем преткновения, потому что такое, ну, тебе надо что-то про это говорить, просто показывать и говорить, почему это красиво, это как будто бы не информативно. Ну, то есть мне хотелось бы вообще всегда, когда что-то, на кого-то вещаешь, чтобы человек ушел с каким-то пуском информации, хотя бы с какой-то одной мыслью. Ну, то есть хоть что-то ты бы чем-то мог поделиться от того, что еще не дополнило его картину мира. И поэтому мне хотелось здесь поговорить про такую историю, как бы, я пока собирал, честно говоря, мы бы потом с тобой обсуждали, я, честно говоря, даже не знал, что насколько сильно это, может быть, на меня влияет, вот, и попробовал из этого какой-то выстроить такой лайн вообще того, почему мне это нравится, что я в этом вижу. Начнем с каких-то классических для меня вещей, честно говоря, я полный апологет вот такого интернационального дизайна, типа модернизма и вот всей швейцарской школы, то есть на самом деле у меня, первый здесь пример это Стокгольм Дизайн Лаб, это вообще, ну, моя самая любимая дизайн-студия, я агентство, не знаю, насколько большие чуваки и взрослые, вот, но сам подход у меня, конечно, ну, честно говоря, будоражит до сих пор, вот они не перестают меня удивлять год от года. Ну, это такая, короче, тут сейчас много кейсов будет подряд, это чисто из Скандинавии, вот, возможно, вот именно, как бы, эта тема такого модернизма и строгости, выверенности, вот, четкости, это то, чего мне, возможно, самому не хватает в жизни, я пытаюсь это как-то вот, ну, найти, у меня к этому, в общем, от перехвата вот этого дыхания, от умения вот делать так, вот, я вот все вот стремлюсь, но как бы не могу достигнуть этих высот, но жутко нравится, я не думаю, что мы будем прям жестко останавливаться на какой-то конкретной картинке, мне хотелось бы поговорить про ощущения, да, ну, здесь, конечно, это ощущение воздуха и вот силы этой композиции, самое сложное в этих штуках, это, конечно, то, что чем меньше у тебя элементов на макете, тем на самом деле сложнее сделать какую-то, ну, понятную, хорошую вещь, потому что если элементов много, ты, типа, набросал, у тебя, ну, когда, как у зрителя, внимание рассеивается, такое, ну, классно, типа, поработает, вот, ты все вместе воспринимаешь, как какую-то приятную кашу. Вот, а здесь, то есть элементов мало, и поэтому они должны стоять, ну, очень точно в своих местах, очень точно, как бы, контрастировать друг с другом по, там, формату, по размеру, по, короче, по постановке, то есть оно должно, как бы, гвоздями быть вбито. И мне нравится в Stockholm Design Lab, во-первых, что, ну, это чисто, может быть, там много таких, на самом деле, студий такого скандинавского формата, ну, просто эти ребята, мне нравится, что они делятся еще немного, вот, там, в кейсах, как бы, приоткрывают завесу вот этой вот тайны, на самом деле, ну, глобально, может быть, ничего сложного, но насколько это точно сделано, это, конечно, ну, меня, типа, сильно привлекает, то есть вот они раскрывают, как сетка, типа, там, составлена, как они, ну, типа, более неоднозначно, нежели в нашем преимущественном формате работает, там, с постановкой элементов, да, типа, логотип не всегда стоит в левом углу, типа, он да может, блин, где угодно стоять, но это супер выверенная штука, или там вообще, может быть, как у Найта, да, типа, только знак, нету шристовой части, она может быть вот такого формата, ну, то есть, мне прикольно, что оно тебя в этих жестких рамках, в очень мельмистичном, оно тебя раскачивает и дает какие-то новые степени для понимания, при этом, ну, еще такая важная, наверное, вещь, мне нравится, что это, ну, сильно, по крайней мере, меня трогает, при том, что средства выразительные, они, ну, очень минимальные, как в таком еще чистом японском дизайне, то есть, у тебя нету акцидентных шрифтов, у тебя есть очень, ну, как бы, такие, в основном, простые гротески, скажем, да, так, типа, там, гильвистичные, и оно вот в итоге все, ну, видимо, так, типа, точно собрано, что, ну, вызывает у меня лично сильные эмоции, то есть, оно чистое, легкое, при этом декоммерческие штуки, это не просто, как бы, дизайн интересный, который делается, это штуки, которые сделаны под задачу, ну, тут, конечно, понятно, что и как, как бы, среда другая, да, то есть, это чуваки, которые там живут, им это все привычнее и так далее, то есть, вообще-то, большая тема для дискуссии, тема для дискуссии, как тема европейского дизайна, ну, ладно, anyway. Вот, еще что хорошее меня привлекает, что насколько это точно сделано, то, что вот есть даже какая-то сетка, там, постов в Инстаграме, которые они показывают, ну, условно, там, какие-то картинки, короче, ну, похожи на посты, вот, типа того, какие-то квадраты, но даже то, как они здесь расставляют, там, цветовые акценты, вот, ну, в этой вот массе, типа, там, из 12 фотографий, ты такой, когда начинаешь, ну, вникать, ты такой, так, есть, значит, типа, желтый цвет, и они им темпоритмически вот так, типа, играют, расставляют. Есть темные пятна, типа, они не ставят их там подряд, то есть, они их там распределяют. Есть голубые. Голубой, типа, есть, там, в фотографиях проявляется, даже если какая-то там странная рамочка от медицинского прибора, там тоже вот есть вот этот цвет, то есть, оно, на самом деле, вроде бы сделано, типа, просто, и вот если не углубляться в этот уровень, то, ну, как бы, ты это не считываешь, но если ты пытаешься вот это вот легкое ощущение говорить интересно очень простыми выразительными средствами, то ты понимаешь, что оно очень сложно, на самом деле, скроено и очень продуманно, и это, короче, вот это всматривание, оно отзывается, ну, потому что ты смотришь на макет и понимаешь, что как оно, типа, составлено. Вот тут тебя не пытаются обмануть, набросав много фигни, оно, ну, каждая штука очень вдумчиво, типа, сделана. Даже какие-то простые вещи, типа, вот, ну, то, с чем мы, там, как дизайнеры, может быть, сталкиваемся постоянно, типа, верстка презентации какой-то там, расставить циферки на слайде, оно тоже все должно быть, типа, круто выглядеть. Ну, то есть, это тоже твоя работа, и все, что выходит из твоих рук, оно должно соответствовать некому уровню. То есть, меня вот эта история, она, как бы, учит этому. То есть, я вот это отсюда пытаюсь вынуть не просто, типа, как они круто делают, а что-то для себя достать. И мне кажется, это про то, что даже какие-то простые базовые вещи, типа, сделать слайд-презентации, ну, то есть, его надо сделать так, чтобы им можно было полюбоваться, ну, или там, типа, чтобы он был, короче, вкусным. То есть, это каким-то образом должно быть достигнуто, даже если это базовая фигня на секунду. Ну, короче, да, это были мои любимцы. Вот тут другая студия, я не могу сказать, что они мои любимые, но просто как хороший пример чистоты, это то, куда я заглядываю. Короче, bvd.se, и это более такая няшная, более няшная скандинава, я так бы их назвал, какие-то посухие. И эти делают всякую упаковочку милую, ну, то есть, ну, я вот какой-то один из кейсов хотел подсветить другой. Тоже про ощущение простоты, это их какая-то меню, там, линейка для Икеи тоже. Меня тут как бы в этом убивает, что я бы такой дизайн в жизни не сделал. То есть, для меня это даже слишком просто. Типа они такие, ну, покрасим, типа, Икея, покрасим стаканы вот в синие полоски и в желтые полоски. И напишем хей. Ну, не знаю, как читается правильно язык. То есть, такой, блин, и это выглядит как студенческая абсолютно какая-то работа. Человек, который только взял иллюстратор в руки, вот, ну, может прямоугольник, типа, нарисовать. Но этот тоже сделан абсолютно точно, ну, как бы, вот в каких-то мелочах, там, как там подрисована иконочка на стаканчике, как поставлен логотип, какого он соотношения, там, с типографикой. И эта штука, она окончательно себя продает, когда ты понимаешь, как она работает в среде. Ну, то есть, это вообще, как бы, возможно, самое важное в том, как работает дизайн, это когда он работает в реальном контексте. Это не когда эта картинка на бехансе, а когда ты берешь, и если ты делаешь стаканчик, ну, типа, ты распечатываешь эту штуку, клеишь на стакан, вот, вертишь в руках, вот, или там, если ты делаешь интерфейс, то не в фильме, а вот открываешь экран и пальцы, ну, по нему, какие-то базовые вещи говорю, да. Но вот всегда это про то, что это, ну, максимально проверенная жизнью какая-то история. То есть, ты пытаешься потестировать реальность в этом смысле. Короче, вот меня трогает простота вот этой, как бы, штуки, как бы она базовой не была. Вот есть еще одна студия, которая мне дико нравится, это Курпа Хос. Значит, Курпа, это какой-то ее основатель, я не помню, как его точнее зовут, в общем, его фамилия. Это уже такие, еще одна степень вот этих скандинавских чуваков, это уже не няшные, это Стокгольм Дизайн Лап на стероидах, типа. То есть, это уже такие более припанкованные, короче, скандинавы. Уже больше трех цветов используют, да? Да, уже разнообразнее, уже там более агрессивно себя ведут в каких-то кейсах. Но я тоже покажу вот то, что меня вот сильно как бы трогает. Какие-то, причем, тоже очень простые там истории, но композиционно, типа, пятна. То есть, это всегда, блин, короче, настолько выверенно, если там даже простая типографика. И мне здесь нравится вот как они ломают эту штуку. Вот в этом моменте я хотел бы поговорить про то, как это сделано и как я, мне кажется, попытаюсь сделать. То есть, применяя на свой подход. Короче, чтобы нарушать правила, типа, надо их знать. Поэтому здесь вот примерно таким образом и сделано. То есть, есть какая-то очень жесткая такая типа система. Вот она отстроена сначала по сетке и по всему, а потом в нее врывается какая-то часть хаоса, как мне кажется. То есть, и вот я примерно так в своем процессе иду. То есть, мне нужна в итоге, это может быть не в начале процесса, но в итоге всегда присутствует какая-то очень жесткая логика. И потом она, короче, сама по себе скучна. То есть, я вот не умею настолько это делать круто, как Сталин Гойн Дизайн Лаб. Поэтому я скорее приверженец того, чтобы сделать что-то аккуратно и попробовать внести туда какой-то эксперимент и хаос. И на этом контрасте получить интересное ощущение. Ну, вот какое-то атрактивное. И как бы вот эта штука есть. Жесткая сетка плюс что-то необычное, что врывается туда и типа производит этот слой. Примерно такая же история по поводу типографики здесь. То есть, это на самом деле структурно сделанные вещи. Там всегда есть какая-то типа жесткая сетка, ну, в основном. И потом вот врываясь с нее, типа ломая ее, там появляются какие-то интересные символы. Потому что, ну, мне очень нравится работать, например, с леттерингом и с какими-то типографическими экспериментами. Вот. И здесь чуваки тоже делают давно, долго. И это не выглядит как какая-то старперская фигня. Это очень бодрый, крутой дизайн, короче. Видишь, что человек чувствует, умеет. И ты не понимаешь, как до такого типа дойти. Да, проекты крутые. Мне очень понравилась кстати мысль, которую ты сказал про то, что ты сначала делаешь структуру, да, вот эту типа. И потом ты придумываешь, как туда впрыснуть, знаешь, вот эту штуку, которая сделает это все как будто бы ненастроенным и ненаигранным, знаешь, чтобы как будто бы жизнь какая-то появилась такая типа органика, короче, вот. Ну, я еще вот сейчас, пока ты говорил, подумал, что, наверное, когда я, например, делаю какой-то концептуальный заход к идентике или, ну, короче, неважно, графическом дизайне, как будто бы ты идешь от обратного. То есть ты, наоборот, у тебя слишком много типа экспериментальных мыслей, ты накидываешь, что-то экспериментируешь, а потом, ну, это может быть шрифт, может быть идентик, ты все равно тебе надо привести к структуре, потому что ты либо там начинаешь сетку какую-то делать, либо у тебя есть формат носителей разных медиа, по которым ты распределяешь эту систему и понимаешь, как она будет работать. То есть тут, наоборот, ты этот хаос пытаешься тоже причесать под систему. То есть оно может как бы в две стороны работать. Наверное, оно ситуативно. Но это, наверное, еще на разных уровнях типа может распространяться не в смысле как метод работы, а в смысле как вообще именно формат. Типа в макете ты такой, вот эта штука, она здесь системная, а сейчас мы сюда еще типа какую-то раздолбайскую графику поставим. Да, согласен. Еще, что меня в этой вообще истории все привлекает. Я не знаю, меня вот так, как скандинавы делают знаки. Но знаки мои вообще как бы такая история, которую я очень люблю, потому что мы всегда графические дизайнеры, они близки вот к этим значкам, логотипам, брендам. И рисовать значки я люблю. Потому что знак – это как очень сильный символ, на самом деле. Это как крест, да, типа вот в религии. Ну, короче, это как какие-то важные очень символы, которые очень упрощенные, но они работают из древности. И это какая-то штука, на которую, ну, по сути, там люди готовы молиться, там, при правильном вложении в бренд и так далее. Вот, то есть это некая такая вот икона, короче. И мне нравится, какая складно они их тоже делают. Какие они вот, ну, прям блямба. Ну, то есть ты поставила, она вот светится, ты хочешь ее куда-то еще примерить. И мне кажется, это очень важная тоже вот тема такого вкуса в дизайне, вот когда что-то сделано. Когда блямба классная, при этом, что они вот опять раскрывают, как это собрано. То есть, может быть, оно изначально тоже они нарисовали, потом дотачивали, но в итоге это тоже как, ну, внутри структурная, это супер-супер точная вещь, типа супер геометрично выверенная. И это еще меня и нас, может быть, учит тому, что как дьявол в деталях. Я постоянно про это думаю. То есть вот нельзя какую-то мелкую фигню оставить, ну, там, типа никто не заметит. Ну, на самом деле, как бы не заметят и не подумают про то, что оно там есть. Но общее ощущение, что что-то не так у всех будет. И у клиента вашего, которые могут там что-то не принять, потому что, блин, он не сможет найти слов и сказать, что именно не нравится. Он просто поймает ощущение, что что-то несбалансированное найдет, пойдет копаться там в каких-то мыслях своих, скажет, ну, там, цвета анити или что-то. Короче, найдет другие вам причины. Но, возможно, это из-за вот, из-за недостатка гигиены, да, в макете. То есть все должно быть очень гигиенично сделано. Вот. Тут мы заканчиваем подводку, значит, со скандинавскими чуваками. Дальше начинается история про детали. Вот тут как раз я начал эту линию. И вторая моя какая-то история, которая мне очень нравится, при том, что я сам небольшой супермастер этого делаю, мне всегда очень нравится. Это рисовать иконки. И, короче, есть такой чувак, его зовут Айконверк. Я не знаю, как его зовут. Он там просто в правом углу. А, то есть это один человек. Да, это один чувак, который просто, вот у него работа рисовать иконки. И мне кажется, это прям, во-первых, суперсила, когда ты себя как специалист продаешь очень понятным образом. Ты такой, ну, вот это мультидисциплинарный дизайн, ребят, занимаетесь там вот этим. А я пока для воли иконки порисую, типа, изо всех остальных крутых брендов. То есть, мне кажется, это хорошая первопозиция, быть очень крафтовым мастером в каком-то узком деле. Вот. А с другой стороны, ну, типа, помогает тебе на рынке, возможно. Ну, и как бы точно ты станешь там самым крутым рисователем иконок, нежели чуваки, которые пытаются все сразу делать. Тут, конечно, ну, как сказать, во-первых, что я в этом нахожу? Я нахожу здесь две вещи. Первое, это что вот это опять, это умение какую-то большую штуку сжать до маленького символа, убрать все лишнее, оставить только самое важное, типа, ни одной лишней точки, типа, ни одной лишней линии. Вот сколько, типа, минимум влазит, сколько, типа, и надо. Больше, больше не стоит. Вот. При этом оно может как круто выглядеть там в большом формате, когда ты растягиваешь это, рассматриваешь как, ну, на экране, да, или как оно вот в жизни, когда на пультике какие-то вот, типа, маленькие иконочки. И оно как бы работает на этих двух уровнях. С одной стороны, из-за того, что оно очень точно сделано, его можно и в одном, и в другом масштабе смотреть, но ощущенчески ты от этого получаешь удовольствие, если в руке такую штуку крутишь. Какой, ну, кнопочка, она вот приятная. То есть я поэтому всегда очень, честно говоря, злюсь на там своих дизайнеров, если вот мы рисуем что-то там, иконки, и мне что-то присылают, я вот в маке, в фильме макета так приближаю, а там, не знаю, какая-нибудь стрелочка, а у нее скругленные линии по углам, а мы не делаем скругленные линии, они все отрезаны. Или вот там уголочек, а мы все уголочки, ну, вот тоже, типа, подотрез, а он острый, блин. Но это же важно, ну, то есть не бывает неважных вещей, то есть она вот, я понимаю, что никто не будет приближать на уровне поста в фейсбуке или в инстаграме смотреть, какая это там, что такая, какой уголочек, но это чувствуется, и это никуда не убрать. Мне еще нравится, что чувак очень круто работает в этом формате, как бы, опять вот с пластикой, то есть это как такая, типа, если он делает иконки для одного какого-то бренда, типа там, Вольво, то они все выполнены в одной пластике, в одной логике, типа, мы скругляем этот уголочек и остается не скругленный этот уголочек, скругление такое-то, вот, то есть всегда есть, как бы, это, мне просто нравится, что эта система работает как айдентика, то есть он сам себе поставил правила, и они распространяются вот даже в таком, как бы, минимальном формате, и поэтому мне всегда весело рисовать иконки, потому что такой, так, а если конверт, то, типа, как бы мне вот там в конверте попробовать отыграть то, что я уже сделал там где-то на другой графике, а теперь, если не конверт, а там стрелка, и еще то, что вот меня в этом поражает, это вот, вот это вот, ну, задротство, короче, когда чувак сидит и рисует там 30 самолетов и в разных масштабах на них смотрит, такой, блин, какой лучше, ну, то есть это вот, мне кажется, тоже про нашу работу, про внимательность, ну, про это уже сказал, или там, да, как тут нарисовать руку, сколько в ней должно быть пальцев, должны быть пальцы, какой большой палец, ну, короче, все это про какую-то точность, ну, или там, или миллион форм велосипедов, да, как нарисовать самый красивый велосипед. Дальше про какой-то, ну, такой чуть-чуть диджитальной истории можно коснуться. Тут я, честно говоря, не чувствую себя супермастером, и меня могут закидать шапками, но я, я очень, мне кажется, хорошо, я не понимаю сильно в интерфейсах и во всех ваших кнопках, но я хорошо понимаю, как бы, в эстетике. Вот, эстетически мне супер нравится этот кейс, они уже там, если ты заходишь на сайт, они уже поменялись какой-то, видимо, стартап, типа, они чуть-чуть пообновили там бренд, чуть по-другому как-то продукт работает, вот, но то, что выложено было в кейсе, оно выглядело вот так. И тут мне, как бы, со стороны айдентики, вот, тоже нравится этот заход, что это, во-первых, очень чистая история, и она, видно, что, ну, это какая-то банковская финтех-штука, очевидно, да, какие-то карты. Во-первых, оно лакшери, ну, типа, и это лакшери, оно правильное, ну, то есть, движение, как бы, такое, в прикольную сторону, там, и оно на разных уровнях, у них круто сделано, там, типа, начинает фотостиль, начинает цветок. Мне очень нравится, как вот эта тональность тут работает, ну, то есть, что оно, такой, какой-то фил по фоткам, там, не знаю, с восьмидесятых или девяностых, на части, потом ощущенческие какие-то, вот, не знаю, переливы, типа, Y2K прорываются, ну, и, конечно, самый прикол, как это, ну, работает в интерфейсе, тоже меня можете зашвырять, но мне, я бы хотел такие интерфейсы видеть, короче, вот, я бы хотел поменьше видеть масс-маркет интерфейсов, которые мне пытаются продать какой-то новый продукт с помощью замечательных блестящих 3D-иконок, просто мне это очень сильно напоминает то, с чего я в вебе начинал, вот эти карамельные сайты, блестящие стучки, понятно, что тут тоже есть градиентики, но это сделано аккуратно, и оно вот, ну, правильно себя, лично на меня хорошо срабатывает, на правильном уровне репрезентует вот это люкс, ну, типа, это дорогая штука, не масс-маркет, оно, типа, сделано на тонком, ну, то есть, типа, серый на сером, с тональностями серого, то есть, вот, какие-то необычные цвета, которые в интерфейсе не попадаются, потому что, если ты такой нарисуешь, тебе тоже, там, скажут, чувак, а что-то у тебя не слишком контрастно, а что кнопка коричневая, какие-то, какие-то, наверное, комменты были бы, допустим, надо бы дать, надо бы на бутылку. Блин, да, темный фон, темный фон, ну, что, чуваки, как-то, не, сейчас, сейчас все белое, вы посмотрите статью, там, почему все белое сейчас, потому что люди, может, люди уже привыкли, они смотрят в Инстаграме белый фон, значит, у нас белый фон должен быть. Ну, да, типа, грязно, короче, вот много всего, то есть, мне кажется, что вот хотелось бы как-то больше разнообразия, и вот в этих штуках я нахожу примеры того, как это идет наперекор, ну, вот база вот этим комментариям, база восприятия людей, при этом, ну, оно суперэстетично, ну, и там опять в тонкостях каких-то там, типа, иконочки, ну, короче, круто выглядит. Про, блин, про айконверка, айконверк, жесть, вообще, да, это прям этот, это прям зарубежный чикин, если знаешь, Сергей Чикин, наверное, он у нас, наверное, главный, главный иконист, то есть я тоже удивлялся, что человек просто такой, блин, я иконки рисую, и ты такой, блин, это очень круто, это реально очень круто, и ты потом смотришь, что они из иконок, ну, то есть, вот я, как больше продуктовый дизайнер, я к иконкам согласен с тем, что должны быть, если скругление, ну, короче, консистенции, да, это поддерживаться, но я к иконкам отношусь все равно, как к очень такой технической штуке, знаешь, они просто должны быть, типа, у меня есть два пака, которые я бесплатно использую тысячу лет, вот, и все. Не делайте так, пожалуйста. Да-да-да, кайф, кайф. Давайте уходить из этой парадигмы, я каждый раз, вот, ну, начиная вот этот разговор с дизайнерами интерфейсов, когда работаю с ним в команде, они такие, я говорю, это, ну, ты рисовал, они такие, ну, этот пак, это, блин, ну, у нас же есть, там, идентика, давайте нарисую иконки, ну, то есть, типа, там же есть уже структура заложенная, по ним можно двигаться, я понимаю, что это, ну, отчасти чуваки не считают это своей работой, потому что моя работа, это какой-нибудь UX, там, да, чтобы там было больше переходов или, там, каких-нибудь экшенов, короче, нет, это все ваша работа. Мне можно вообще прямо пойти, там, если есть какой-то отдел граф-дизайна, у них попросить, то есть я тут за взаимодействие, да, я, ну, я, короче, если вы чувствуете, что вы не в силах, можете кого-то попросить помощи, нанять, там, да, на аутсорс человека, но это прямо часть интерфейса и значимое, это то же самое, как, вот, ну, блин, выбор шрифта, ну, это прямо все супер важно, или, там, скругление такого формата. Или нет, скругление даже решения. Дальше про системность немного тоже хотел поговорить, причем это не дизайнерский, в этом смысле, кейс, это такой проект большой, ну, типа бренд Талера-креатора, и это его, ну, как бы, типа, по сути бренд, и у него вот есть такой небольшой стор, то есть если кто-то видел, то круто, если не видел, посмотрите, это очень интересная история. То есть понятно, что Талер сам по себе очень, опять, очень консистентный чувак, да, он, у него есть понятный такой и tone of voice, и, как бы, как он персонаж, да, в этом смысле, и есть свой стиль, и ощущение, ну, там, какой-то свой look and feel в фэшне, вот, и мне нравится, как вот в этом именно кейсе он себя проявляет, и про это есть прикольный фильм на Ютьюбе, по-моему, если, кстати, найду, докину ссылку, где он с журналистом сидит и, там, два часа, короче, про этот кейс разговаривает, ну, разбирает открытие этого магазина. Тут, как бы, мне нравится, что вот это, опять, ощущение, пронесенное сквозь все носители. То есть, помимо того, что было придумано, ну, типа, название какой-то, вот, там, бренд, чем он будет торговать, на самом деле, ну, всегда, мне кажется, важно, что человек придумал, типа, целый мир, ну, то есть, вот, ты придумываешь правила мира, по которым он работает, и других людей приглашаешь, и здесь, вот, этот мир, он, он строен, типа, на всех уровнях, которых можно. Он, там, несколько лет что-то это делал, причем, ну, типа, был арт-директором всего, то есть, там, там, типа, каждую упаковку он знает, он все проверял, все, вот, тем ощущением, которым он хочет соответствовать, там, начиная от фотостиля, вот, там, до каких-то персонажей, которые они сделали, до каждой упаковочки, что он они дал, до крышечки, которые, вот, типа, есть на этом флакончике, то есть, она именно той формы, и оно, вот, в общем, транслирует тебе какую-то такую, одну свою идею, да, ну, ты какой-то, такое, ретро-ванильное с Уэсом Андерсоном, пожененное, да, ну, что-то очень интересное, вот, короче, очень такой классный заход, и вот, мне кажется, как он круто, вот, распространен от одного медиума к другому, да, типа, выбор, если, ну, как бы, оно все вместе работает, типографика, фотки, формочки, он там даже, где-то, вот, когда внутри мы разговаривали в интервью, он говорит, это, вот, форма вот этой подставки, на которой стоят туфли, она именно такая, то есть, мы, типа, я специально ее выбирал, она кругленькая, потому что это, ну, вот, продолжает идею всего, типа, бренда, короче, мне кажется, это супер важно, вот, и это, ну, это в тему, кстати, про иконки, да, это вот, когда какая-то общая идея, она протягивается такой нитью сквозь все-все-все носители, которых она касается, потому что зачастую это какие-то тачпойнты с аудиторией, значит, следующая тема, тут у меня, честно говоря, меньше слов и понимания, как это, как это делается, тут это будет, как бы, как референс просто, я не знаю, как чуваки это делают, я могу только догадываться, тут все очень на ощущениях, вот есть, да, вот такая компания, основанная двумя, значит, креативными личностями, они, там, это французы, и они, как бы, называются в первую очередь фотографы, потом они не фотографы, а CG-шники, там что-то много всего, короче, креативные чуваки, то есть это уже не важно, и мне, как бы, в этом всем привлекает, вот, именно вкус, какой у них есть, а сами они в основном делают всякие промо-компании, ролики, какие-то, есть там штуки, да, больших брендов, да, у них название, которое я не смогу произнести, но выглядит это каким-то вот таким образом, оно супер все на ощущениях, я не могу описать, почему это работает, могу только догадываться, но, короче, это супер просто эстетично, вот, я не могу разгадать этот секрет до конца, вот, это просто какая-то, короче, магия, но эти образы всегда очень сильные, вот, эти штуки композиционно прямо тоже плотные, то есть я, ну, довольно много разных видел про продакшн-компании, особенно CG, то есть вот меня ничего не торкает, как вот эти ребята, при том, что они вот не могут назвать конкретно, чем они занимаются, но вот все, что они делают, оно какое-то сумасшедшее, честно говоря, где-то это, ну, короче, прямо картину, то есть я готов такой дом у себя вешать, вот, и она иногда по-разному, по-разному ускроена, типа, где-то это какое-то композиционное пятно, да, очень хорошо вырисанного силуэта, с каким-то другим там акцентом, где-то это наоборот очень на тонком сделанное, типа, небольшой контраст или сочетание этих контрастов, где-то это суперчисто, короче, для меня вот это, про какую-то эстетику я не могу тут, как бы, вот, пока разгадать секрет, как это собрано, потому что много всего и разное, но мне кажется, это просто про очень большое, как бы, чувство вкуса, вот, у меня такого пока нету, да, и, ну, чувственность вообще, наверное, самое главное, чувственность. Это другой чувак, значит, азиат, который делает прекрасные какие-то работы в блендере, и у него самое склевое, что у него есть канал на Ютьюбе, где он что-то творил и делает. Вот это тоже все в тему прочувственность, оно, честно говоря, никак не помогает вот именно в дизайне коммерческого формата, зачастую, которым мы сами занимаемся, типа, кнопки, интерфейсы, айдентики, брендинг, но это тоже все про то, то есть я у него несколько туториалов делал, и действительно, у него все очень медитативное, очень так прикольно, там, какую-то лайтовую музыку аккуратно рассказывает на своем не очень сложном английском, и, как бы, никуда не спешит, ты такой сидишь с ним тоже что-то медитируешься и делаешь какие-то крутые штуки, вот, там какой-то тоже космос, когда он начинает соединять ноды в блендере, ну, короче, вот да, это помогает и с одной стороны, если кому-то это интересно, если кто-то ковыряется в блендере, посмотрите, может быть, там, оттуда какой-то прихватите прием прикольный, вот, ну, тут, как бы, это больше про какую-то художественную сторону, мне кажется, это важно, наверное, развивать в коммерческой работе, потому что невозможно, ну, делать чистоган каждый день, так или иначе, нужна какая-то отдушина, ну, вот, у меня так работает, что, это, кстати, хотел еще сказать в теме, когда мы говорили про скандинавские темы, короче, мне вот тоже приходится сделать какой-то, либо ты на работе делаешь чистые штуки, а потом дома сидишь, после работы рисуешь какую-то дичь, либо ты совмещаешь, ну, у меня так работает, просто делать дичь, я был бы рад, наверное, но у меня не получается этим зарабатывать деньги, вот, если у кого-то получается из-за тех вообще супер рад, то есть, наверное, это и есть, когда ты становишься артисты, да, типа художник, ты продаешь то, что тебе нравится, это идеальный, наверное, путь, вот, к этому стоит только стремиться, но про это как раз говорил, да, бросайте дизайн, вот, но вот один из путей, если вы пока не бросили дизайн, это, да, находить какой-то баланс, но и не застревать ни в одном, ни в другом, тогда лучше, вот, как-то так, видимо, можно выживать. Дальше такая тема, это самый, наверное, нестандартный слайд из этой презентации, это инстаграм-канал, на самом деле, и он, я расскажу сейчас, меня чему учит, я сейчас туда перейду, называется агент лабрадор эдженси, он, это как бы виртуальный такой, типа, прикол на тему того, что это модельное агентство, но из фоток, типа, андомных людей из интернета, и, ну, у них, как бы, такой своеобразный, да, характер, очень, людей из народа, вот, но эта штука работает в контексте очень сильно, то есть, ты заходишь, а там, типа, написано, что это было бы прекрасно, типа, для хэда в мейнер, ну, типа, для разных брендов разные чуваки подходят, и вот, в общем, формате ты листаешь, и такой, блин, а ведь правда, ну, вот, если сейчас чувака, ну, как бы, да, уже давно не секрет вот это присутствие аглией эстетики какой-то, да, типа, на теме фэшн, чего-то нестандартного, да, типа, нестандартных форматов красоты, такой, блин, да истинно бы, типа, вот, чувака сейчас выпустить на, ну, куда-то на подиум, это было бы реально очень эффектно, типа, это, короче, мне нравится в этом, что это помогает тебе чуть по-другому посмотреть на мир, то есть, эта штука, она дает тебе, как бы, новую призму, с помощью которой ты пытаешься усматривать эстетику там, где ты ее не видел до этого, возможно, потому что ты, ну, слишком часто это видишь по жизни, либо ты зашорен, либо не можешь перенести эту штуку в другой контекст, ну, то есть, не можешь усмотреть возможности, ну, для правда. Да, очень, вообще, очень, это, очень креативный этот аккаунт в Инстаграме, конечно, вообще. Ну, да, и это, это прям вот, ну, мне круто ломает мозг, честно говоря, то есть, я вот это нахожу даже не какой-то прикол, а вот, ну, это, это, в смысле, такой, блин, это прям, правда, интересно, и я такой, вот эта девушка очень красивая, чувак реально очень красивый, то есть, у них там, понятно, что свой какой-то там уровень жизни, контекст жизни, он такой, блин, реально эти люди прямо красивые, вот, и здесь, как бы, я хотел бы сделать такой, типа, мини-вывод про то, что, как бы, про работу с референсами в целом, то есть, мне кажется, есть некая проблема в референсовом, в использовании референсов, как в подходе, из-за того, что я, ну, довольно много преподавал, и преподавание, как бы, дизайна, оно уже у нас не устроено по принципам Bauhaus, да, когда человек приходит там на пять лет и проходит там все специфики работы, вот, там, не знаю, работы с материалами, стульями, там, до создания каких-то дизайн-макетов или оформления театрального представления, вот, а он, как бы, такой, ну, надо быстрее влиться в дизайн, зарабатывать бабки, типа, поехали, и, ну, формально все курсы, и так и продают себе, да, типа, вот, сейчас мы тебя научим, будешь делать дизайн, и эта система упирается в референсы, типа, вот так красиво, делай вот так, найди, типа, референс, как классно, сделаем так, ну, то есть, глобально, если вы так учились, я бы, ну, советовал подумать об этом и постараться себя ловить на моментах, когда вы так делаете, потому что этот подход, он, ну, ведет вас, скорее всего, в точку, когда все так делают, и вы просто становитесь очередным человеком, который делает что-то по референсам, а еще у них проблема, что нету, ну, глубинного понимания, почему это так сделано, да, вот, ну, там же всегда надо закапываться, если ты нашел какую-то картинку, надо понять, почему так человек делал, что им двигало, почему он именно это решение выбрал, какой контекст этого решения был, вот, этих штук всегда не хватает, то, что ты такой, о, классная штука, делаем типа так, поэтому мне кажется, референсы, они должны вообще, ну, в корне, типа, быть, работа с ними по-другому должна быть устроена в идеальном мире, это, во-первых, должен быть, если референс для интерфейса, не должен быть найден в референсах для интерфейса, ну, как бы, как референс интерфейса, это должен быть, хорошо, это может быть референс из граф-дизайна, перенесенный в интерфейс, или наоборот, или референс, я не знаю, фотографии песка, которая перенесена в интерфейс, как угодно, короче, это некая штука, которую ты достаешь и переносишь в новый контекст, вот, вот этот предыдущий слайд, там как раз про это было, перенесение какой-то вещи в новый контекст. Я вот как раз только с пылу, с жару, как раз с этого, с записи лекции для Бэнбэнга, и тоже вот про референсы, про то, как нужно искать вдохновение, типа, вообще, как люди ищут вдохновение, не в том, что тебе там, не знаю, нужно интерфейс сделать, и ты только интерфейсы смотришь. Очень классную историю вспомнил про Air Max 95, не знаю, может, кто-нибудь знает из вас, короче, Найки, кроссовки. Там этот, дизайнер этих кроссовок, его вдохновило, просто он где-то сидел где-то, типа, в лесу или что-то, где-то гулял на улице, и прошел дождь, и его вдохновило, как почва размылась, то есть она такая, типа, знаешь, стала, короче, такая зигзагообразная с этими, с проемчиками, с небольшими, и он такой, блин, прикольная штука, типа, меня это вдохновило, а там фотография, блин, я, к сожалению, сейчас не смогу показать, но там фотография, просто, знаешь, ну, типа, какая-то сельская дорога, ну, вообще, типа, ничем не примечательная, и он с этой штуки такой, вау, классно, и он этот подход, потом этот реф, который он запомнил, использовал в дизайне, потому что там вообще кроссовки, типа, 95-е, они сделаны, это, типа, метафора на скелет человека, то есть, если представляете, как они выглядят, то есть там такие, типа, ребра, и, в общем, боковые штуки, это, типа, мышцы, подошва, это позвоночник, и, короче, ребра стоят, и дизайнер, условно, он не пошел, ну, вот, как если мы говорим про вот этот вредный подход к референсам, он не пошел смотреть кроссовки, и такой, типа, так, сделаю тогда другие, которые соберутся все вот эти вот кроссовки в одном, он вышел куда-то, ну, типа, за границы вот этого привычного контекста, нашел где-то в реальном мире, ну, вообще в другой сфере, условно, там, не знаю, в медицине и в геодезии, да, или что там, короче, в земле, совместил, и получили из кроссовки, которые все-таки, о, круто, а там внутри них еще история очень классная есть, прям, тоже прям очень-очень отзывается то, о чем ты говоришь, вот эта вот история, когда, типа, не нужно копировать референсы, а нужно понимать, почему они такие, что к ним привело, и, как бы, ну, и находить вдохновение не только в том, не только в той деятельности, которой ты занимаешься, типа, еще в других. Ну, да, да, я прям полностью поддерживаю, еще, да, вообще это могут быть не картинки, это может быть книга, ну, типа, если вы понимаете, какую визуализацию этому найти, да, ну, то есть нужно как угодно сделано. Хороший пример в этом смысле, вот, перенесение контекста, ну, просто как вот то, что меня визуально тоже, типа, прикалывает, это вот типографика, которая переносится на человека, такая, блин, ну, они ее редко совмещаются в этом смысле, там, это только у моби татуировка, вот такой гильветик, им обрана огромная, там, в руках, больше такого не встречается, ну, Animal Rights, например, загуглите, как хочешь, круто выглядит. В этом смысле, короче, это вот один из примеров, когда ты берешь какую-то графическую сущность, помещаешь в необычный контекст. Может быть, так. Похожий пример, типа, да, вот почему ты там видишь эти фотки с Японии, там, ну, конечно, понятно, что иероглифы, это суперкрасиво, всегда, когда появляется, типа, в необычном, огромном формате, вот, оно непривычно выглядит, круто, ну, короче, тут еще понятно, что иероглифы суперкрасивые. Еще один такой тоже прикольный, прикольный пример на тему использования референсов, это как шоу-студию, это Ник Найт, они рассказывали, как делали сайт для Кани Уэста, Изи Уэзи, ну, типа, кроссовок, и там запрос был такой, коротенько, типа, Кани пришел и говорит, мне, типа, очень нравится эта картинка, давайте в таком духе. Ну, то есть, вот, на вот, вот это референс, референс просто какой-то с медицинского сайта, типа, мелкая картинка с этими странными халатами, это такой, вот, из этого надо достать сайт, и на это тоже есть, типа, лекция, где они рассказывают, как они это делали, и там пришлось нос. Ну, то есть, вот, это, короче, типа, есть сайты, они там рассказывали про подход, как типа вещи, которые появляются, потом появляется человек, разный, на него можно перетащить, примерить, ну, то есть, вот это, мне кажется, правильный заход в плане процесса работы с референсом, типа, взять что-то одно очень вообще отстраненное, может быть, странное, но в итоге ты получаешь результат, понятно, что ты, ну, какие-то приложишь к этому усилия, вот, и, ну, это будет плюс свой вижен, ну, это, короче, будет совершенно другая штука, которая пока еще, может быть, не похожа ни на что, и это будет, как бы, всем выигрыш в этом смысле. Ну, там много, короче, кайфа, я советую, потом ссылку тоже киньте, вы можете посмотреть. Крутой проект прям. У меня был похожий пример, ну, он, честно говоря, был обнаружен мой постфактум, то есть, это скорее пример такого, типа, мне что-то попалось на глаза, я только потом понял, с чем я вдохновлялся, то есть, это не было сделано осмысленно. Когда я работал, там, в одном из офисов, у нас стояла в коридоре вот такая вот коробка, просто картон перемотанный красной изолентой, и я всегда ходил, такой, блин, красиво, красиво выглядит, конечно, красиво, что за коробка, не знаю, что там, до сих пор не знаю, что в ней лежало, вот, и потом у меня вот это была такая идентика, ну, я правильно ее, собственно, делал, она родилась вот тоже на совмещении какого-то вот такого, типа, картона с красными акцентами, и это было идентика для студии высокой печати, ну, типа, другая чуть-чуть метафора зашита, это вообще неважно, стилистически, да, метафора была зашита на то, что, короче, есть вот эти зоны реза, и вся их обиентика, она на этом базируется и строится, и типа контент внутри зоны реза находится, вот, у них такой еще свой, такой стилек, но, короче, это было такой вот отправной точкой, который потом в том числе, ну, мы растащили по разным историям, ребята сами начали использовать уже, собственно, это, кстати, не подсказывало, но сейчас только обнаружу, что они так и делали, потом использовали красный скотч, там, где что-то подписывались об офисе. Круто, круто. Такие штуки, татуху еще один чувак сделал. Да, прикольный проект, я видел, как раз на сайте у тебя, нифига, татуировка, реально, прикольно. Да, у меня два значка есть, которые делали татуировку. Счастливее. Есть еще один, один знак, которому посвящали петиции и стихи. Ничего себе. Очень вдохновляющие примеры. И насколько же я реально соскучился тоже при Фадушкам, там вот ребята тоже писали. Блин, насколько же это офигенно, просто в кайф сидеть, слушать, как про дизайн рассказывают. Это прям очень круто, очень круто. Всем, кто посмотрел выпуск на YouTube, спасибо вам большое. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Вове большое спасибо, что пришел и рассказал. Очень было круто. Все, пока. Пока.